На днях в бочку карамель зашел капитан пиратов и попросил у меня жвачку, а я сказал... Я сказал, зачем жевать то, что дрожит? О нет, стоп! Он попросил жевательное дроже! Ну и отстой! Этому шуту нужен колпак, ребята. У него не все карты на руках. И эту партию ты проиграл, тем более, что рядом с тобой король шуток. В чем дело, Ларри? Пасуешь перед настоящими тузами? Чего вспотел? Я думал, у тебя еще что-то в заначке осталось. Эй, так не честно! О, это кто тут нюни распустил? Хватит! Уже уши вянут от твоих вонючих шуток! Ха! Думаю, это твои шутки с душком, малолетний нытик. Это суперответ! Где ты его взял? На свалке гнилых шуток? Думаешь, это смешно? У меня есть кое-что и для тебя в запасе. Я сейчас дописываю новую главу преступления и рифмования. Красным словцом ответил ты не слабо. Сейчас позельнеешь ты, как жаба. Да ты просто желторотый юнец, что выпучил глазенки голубые, скоро тебе... Конец! Жизнь тебе не куст сирени. Сейчас увидишь все мое многоцветие. Эээ, какой у тебя цветной язык? Но, но, что-то я совсем поник. Ну, из-за того куска мяса выйдет хороший шутка-брод. Зелёным юнцам жизнь маслиной не покажется. Я тебя огорчил, но мои шутки с перчиком и у тебя во рту просто каша. Тебе не хватает остроты, а я как сыр в масле. Придется тебе это проглотить, пацан. Кушай, не обляпайся. Давай! Ты совсем не смешной. Я и сам люблю пошутить. Скажем теткам большой красной шляпе. Тетка в большой красной шляпе. Правда? Нет! Шути ты со мной, шутишь, парень? Обыраю колотушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...